Итоги открытого первенства Мариэл по ММА, а также анонсы предстоящих спортивных событий. Летнего фестиваля комплекса ГТО, второго этапа городского кубка по кросс-кантри, Дня открытых дверей на спортивных сооружениях в Мариэл. В продолжении нашего эфира спортивное обозрение телеканала Регион 12. Юные спортсмены из единоборства 12 завоевали больше всех золотых медалей на открытом республиканском первенстве по ММА. В копилке бойцов базового клуба Региональной Федерации смешанного боевого единоборства 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды. Такое же количество медалей, но на одно золото меньше у спортсменов из Нижнего Новгорода. Третьими в неофициальном командном зачете стали представители серверского клуба Акпатор. Три первых места, одно серебро и два третьих места. Что примечательно, соревнования по ММА в подобном формате с участием детей от 12 лет и старше проводились в республике впервые и собрали около 50 участников из Мариэл, Нижегородской области, а также Чувашии и Татарстана. Добавлю, что по итогам соревнований будет сформирована юношская сборная региона по смешанному боевому единоборству, которая выступит на осеннем первенстве России по ММА. Готов к труду и обороне? Ответить на этот вопрос смогут все желающие, кто примет участие в летнем фестивале комплекса ГТО, который пройдет на стадионе Дружба в четверг 9 июня. Есть, правда, несколько условий. Надо иметь медицинский допуск, быть зарегистрированным на сайте gto.ru, а также подходить под возрастные критерии, быть не моложе 9 и не старше 29 лет. Состязания пройдут в нескольких дисциплинах. Беги на короткие и длинные дистанции, подтягивания на высокой перекладине, наклоне вперед, прыжке в длину с места. Итак, начало фестиваля в четверг в 9.30 на стадионе Дружба. Велосипедистов Ешкаралы приглашают отпраздновать День России гонками по пересеченной местности. В ближайшее воскресенье на пустыре вблизи монумента «Женщина с караваем» пройдут состязания в рамках второго этапа Кубка Алабайк по кросс-кантри в дисциплине «Элиминатор». Суть соревнований состоит в том, что на старт выходят 4 спортсмена. Два из них по результатам заезда по круговой трассе проходят дальше, остальные двое, соответственно, заканчивают выступлением. Сама же трасса изобилует различными крутыми и не очень поворотами, а также естественными и рукотворными трамплинами. Что примечательно, участниками соревнований могут стать как уже опытные, так и не очень велосипедисты. На спортивных сооружениях Ешкаралы будет не протолкнуться. В завершение предстоящего удлиненного уикенда по случаю Дня России пройдет настоящий праздник спорта и физкультуры. В понедельник, 13 июня в ледовых и водных дворцах столицы республики, а также арене «Марьел» будет свободный вход. На протяжении дня любители здорового образа жизни смогут заняться спортом абсолютно бесплатно. Физкультурники смогут покататься на коньках, поплавать в бассейне. Водные дворцы как раз приступят к работе после профилактики. А также побегать на дорожках манежа и опробовать новую площадку для занятий кроссфитом. Кроме того, как мы уже сообщали ранее, с 1 июня на спортивных сооружениях стартовал социальный проект «Олимпийское лето», в рамках которого посетить дворцы спорта можно по сниженным ценам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова